Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь. Салават Миладыч. Добрый день. У меня тут один вопрос возник. Сомнения какие-то начались. Житель Лямина пришел к участковому Салавату Шагиеву посоветоваться. Ему звонили незнакомые люди, предлагали свои услуги. Стоит соглашаться или нет. Раньше ляминцам приходилось полагаться только на свою интуицию. До 2019-го участкового здесь не было. Ближайший пост полиции в Ленторе. Весной этого года сюда переехал Салават Шагиев. Теперь жителям спокойно, потому что есть человек, который поможет в трудную минуту. То, что участковый здесь находится, это очень хорошо, потому что те же самые происшествия, которые есть, происшествия здесь, где неотложно надо выехать. А пока приедешь с лентурой, это час пройдет сюда. И может случиться всякое. А я здесь нахожусь, то есть какое-то происшествие, я за 3-4 минуты могу доехать. Конечно же, какая-то неопределенность была, куда мы едем. Но так как я даже ни разу здесь не был до этого, то есть я приехал сразу, перевелся, получается, и первый раз приехал сразу сюда. Родился наш герой 22 марта 1990 года в Республике Башкортостан, Кигинском районе, селе Ибраево. Там закончил школу и пошел по стопам родственников. Поступил в Уфимский юридический институт МВД России. Дядя родной работал заместителем начальника отдела. Вот мне как-то несколько раз заходил к нему на работу. Мне понравилось, как они с людьми работают и вообще вот обстановка вся. Там отучился 5 лет, получил высшее образование, после чего остался работать также в городе Уфе. Работал в разных должностях, также в отделе уголовного розыска, работал, после чего работал участковым полномоченным полицией. Переехать из большого города в деревню значит полностью поменять свою жизнь. Село отличается не только близостью к природе и чистым воздухом. Здесь все друг друга знают, в отличие от мегаполиса, где некоторые даже не знакомы со своими соседями по лестничной клетке. Как говорят жители Лямина, зайдешь с утра в магазин, узнаешь все последние новости. К такому стилю жизни Салават и его супруга Айгуль уже успели привыкнуть. Сначала, конечно, было тяжело, но потом как бы уже привыкли, как будто здесь уже давно живем. Один минус, конечно, только был, что далеко от родных. Вообще, как бы никаких этих нет проблем. Не было. Дом хороший, хорошая работа. Салават Шагиев в прямом смысле живет на работе. В одном здании с одной стороны участок, с другой квартира. В этом полицейский видит несомненный плюс. Ночное время так же. Я всегда на телефоне, никогда не выключаю. Могут также, кто не знает телефона, подойти, потому что все знают, где я живу, обратиться. Ну, я сразу же выезжаю, получается, на происшествие, если что-то случилось. Несмотря на то, что это ночное время или дневное время. Круглосуточно, в общем. Даже хоть выходной день, получается, так как я один работаю, здесь всегда на телефоне, всегда нахожусь в селе или в Сатомино, или в Лямино. Обращаются за помощью часто. Помимо Лямино, Салават работает в Сатомино, Горном и Песчаном. Учитывая специфику местности, ему пришлось сразу, как перевелся, научиться управлять лодкой. Летом участковый выезжает на ней на рейды, следит за экологической обстановкой. Также лодка нужна для поиска людей. Бывают сообщения, куда-то там надо выехать вместе также с МЧС. Кто-то там за помощью обращается, где-то кто-то заблудился, потому что здесь местность такая, то что населенных пунктов очень мало. И бывает то, что также гости Сургута и других городов и поселков приезжают там отдыхать и теряются. И лодка, конечно же, это необходимая вещь. Рабочий день участкового сельского мало чем отличается от городского. Подъем, завтрак, а дальше либо работа на участке и прием обращения от жителей, либо поездка в другие села. Соседям тоже нужна помощь. Салават Шагиев не забывает о профилактике, раздает памятки о мошенничестве, контролирует лицензии на оружие и хранение охотничьих ружей. Можно там? Хотим, гражданское оружие ваше проверить? Сохранность. У вас в марте истекает, да? Ну. Лучше в январе продлить. Глава сельского поселения уверяет, в Лямино спокойно. А если и случаются какие-то происшествия, то их участковый решает оперативно. Салават Армалитович работает недавно, но зарекомендовал себя как ответственный, очень исполнительный помощник нам в первую очередь, потому что различные мероприятия мы проводим, тоже приглашаем его. Какие-то правонарушения возникают, то есть это работа с населением, это очень тяжелая работа. Я думаю, что он на своем месте действительно и мы довольны тем, чем он занимается. Работать с людьми и для людей – это Салават Шагиев ценит в своей профессии. Всегда интересуется жизнью населения, оперативно решает споры, помогает в решении ситуации, которые не совсем в его компетенции. Дело житейское, например, передвинуть шкаф или составить компанию на танцах. на него не стоит. Обращается очень хорошо, приятно. В деревне порядок. Мне вообще нравится работать с людьми. То есть люди обращаются решать данные проблемы. Я думаю, это очень даже благородная профессия. Даже в структуре МВД именно участковые, в первую очередь, они контактируют с людьми и как бы решают проблему. Виктория Алексеева, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости главное». Лямина.